Доброго дня, граждане Республики Астан, меня зовут Белял Сергей. Хотел бы спросить всех нас, что такое пенсия? Я уже записал видеоролик, что такое пенсия по законодательству в Казахстане и что такое пенсия в России. Но понятно, что в коротком ролике не все выскажешь. А все-таки, что такое пенсия? Пенсия ведь это, ну как многие говорят, это возраст. А что стоит за возрастом? Ну, наверное, какой-то опыт. Опыт. Он ценен или не ценен? Кроме того, остаются еще специфические знания. То есть, если человек проживал в какой-то местности, работал на каком-то предприятии, у него есть опыт, именно специфический, свойственный данному региону. Разве не так? У человека есть внуки или правнуки. Тем, о ком он заботился, ради которых он все это работал, это его наследие. Правильно? Дальше, как правило, у этого человека есть свое жилье, свое собственное жилье. Как правило, это из Советского Союза, но он обеспечен жильем, и во всяком случае у него нет проблем, где жить. Дальше у него есть режим работы. То есть, люди пенсионного возраста не могут много ходить, как правило. У них в основном сидячий образ жизни. И это тоже одна из прекрасных вещей. Это для административных главностей. Пенсионеры прекрасно бы и занимались. Дальше цель у пенсионера не всегда получить максимальную прибыль, а больше реализовать себя, оказать помощь другим, имея какую-то выгоду, но уже не сверхприбыль. И, соответственно, пенсия – это совокупность вот таких признаков. Самое лучшее определение пенсии, мне нравится, это именно Иосиф Виссарович Сталин, который определил, что пенсия – это плата за воспитание будущего поколения. А как мы можем воспитывать это поколение? Только тогда, когда мы обеспечены сами. Если поколение видит, молодое поколение видит, что пожилые люди достаточно хорошо обеспечены, они-то хотят жить. Согласитесь, что у нас ощущение о том, что пенсионеры на Западе хорошо живут, а в Америке путешествуют. Путешествия, знаете, этого, наверное, бы неплохо на неделю, на две съездить, но через месяц начинаешь уже быть, не знаешь, куда себя деть. И пенсионеры, как правило, они стремятся что-то делать. Хорошие есть фильмы, если посмотрите в Америке, где коммуны пенсионеров, у них своих есть мастерские, когда они что-то делают, выращивают, занимаются сельским хозяйством, что-то создают, что-то творят. То есть, они реализуют то, что накопили, потому что это огромный потенциал, и государство не может распаляться. Когда товарищ Такаев говорил о том, что государство должно быть на пенсии, должно выйти из экономики, ну, это глупость, это огромная глупость. Я поэтому сказал, что не буду голосовать, не голосовал за Такаев, потому что он не понимает экономику. Экономика должна использовать накопившийся опыт. А какой опыт можно использовать? Если ставку делают на молодых людей. Да, у них силы есть, амбиций много. Опыта нету. Вот опыта и в сердце пусто. Как правило, эти люди не понимают долгосрочность своих действий. Они хотят получить прибыль сиюминутную вот прямо сейчас. Это огромная проблема. Посмотрите, например, на опыт Советского Союза. Что такое было частное предпринимательство? Это были артели. Где? Если члены артели собираются, вносят какое-то имущество, да, они забрать оттуда это имущество уже не могут. Не могут, даже если он уходит с артели. Ему выплачивают какую-то компенсацию. Принимать нового члена в артели может только имеющиеся члены. Исключить из членов артели тоже имеющиеся. Распределение прибыли или куда тратятся деньги тоже артель принимала. Если артель достаточно неплохо развивалась, соответственно, государство планировало им предоставление за счет государства основных средств, чтобы они развивались. Артели в Советском Союзе развились настолько, что у них было несколько институтов исследовательских. Потому что первые радиоприемники, первый телевизор производили артели. Именно артели. До 40% всего техники, всего оборудования на Т-34 ставили артели частных предприятий. Автоматы БПС собирали на артельных предприятиях. То есть артели были раньше значимой экономической силы, потому что там была коллективная частная собственность. Но основные средства давала государство, и поэтому она диктовала еще и цены. Сейчас же у нас частное предприятие, это владелец один-два человека. Они могут блокировать друг друга, работники наемные не участвуют ни в каком процессе и так далее. То есть получается анархия. В Советском Союзе артели были долгосрочными, потому что создавается артель, ядро, а потом туда приходили люди и имели право голоса. Имели право голоса. Соответственно, это не было хаос какой-то. То, что сейчас произошло у нас в Экибастузе, скорбим все, я думаю. Но здесь опять проблема вообще. Частный предприниматель, который пришел, он рассчитывал это просто извлечение прибыли. Потому что задача на сегодняшний день любого частного предпринимателя – это получение прибыли. И плевать им на судьбы других людей. Да, под страхом уголовной ответственности сейчас будут извинения, будут какие-то подвижки. Но на самом деле плевать. Ведь любой частный предприниматель всегда определяет меру ответственности. Ну, например, замерзли половины Экибастуза. Что вы ожидаете? Ну, можно уголовную ответственность. Да, например, 15 лет в тюрьме. А можно заплатить за 15 лет в тюрьме? Ну, например, заплатить пару миллиардов в тенге. А, ну, тогда можно заплатить. То есть, понимаете, идет уже спор не по этическому, по этической ответственности, а по материальной ответственности. Да, как евреи говорят, если твои проблемы решаются деньгами, то это не проблемы, а только расходы. И все коммерсанты на сегодняшний день определяют всю свою ответственность, меры расходов. Больше ничем. И это проблема. При артелях, наверняка, этого было бы, скорее всего, нет. Такого бы не было. Далее. Когда такая говорила о том, что государство должно выйти из экономики, я думаю, что это большая проблема и непонимание, как функционирует вообще государство. Государство должно не только командовать там силовыми структурами, но еще получать деньги для того, чтобы обеспечить своих людей. Ведь человек отработал в этой стране такое-то время, прожил до 63-х. Если он не мог найти работу, чья это проблема? Это проблема государства, которая говорит, что он мой гражданин. А вы перед этим гражданином как отвечаете? Ведь когда надо прийти на выборы, вы говорите, это ваша святая обязанность, гражданин должен голосовать, выбирать людей. Спорно, конечно, выбираешь ты, не выбираешь. Конечно, в любом случае за людей борется, за электорат. Но электорат тоже может спросить от руководителя, что вы сделали для меня. Поэтому, если государство не может организовать даже трудовой процесс для своих граждан, то, наверное, это очень нехорошее государство. И, кроме этого, обратите внимание, что у нас первый президент, что нынешний президент вообще не зависит от состояния пенсии нашли пенсионеру. Давайте подумаем так. Посмотрите по республиканскому бюджете, сколько стоит содержание товарища Назарбаева. У нас там содержится его приемная первого президента, что-то он там решает, видать, еще. Там администрация ее содержится, отвечает на какие-то письма, пересылки и так далее. Он какой-то у нас политический деятель, наверное. Сколько он стоит? Он смотрел еще года три назад. Стоимость такого примерно 4,5 миллиарда тенге. Сейчас наверняка больше. А можно ли как-то это сопоставить с доходами пенсионера? Вот как живет пенсионер. Он содержит свое жилье, он ремонтирует свое жилье. Если у него есть транспорт, он содержит свой транспорт. Он наплачивает транспорт, он платит все налоги. Он покупает продукты питания в наших магазинах или в нашем рынке. То есть, все это содержится в пенсии. Как вы думаете, справедливо ли было, чтобы наши президенты получали пропорционально пенсию? Давайте только определимся, сколько стоит товарищ Назарбаев относительно пенсионера. Он стоит одного человека? Ну, наверное, больше. Может, двоих, может, троих, может, четырех, может, пятерых, может, шестерых, может, десятерых. Сколько он стоит? Или он сто пенсионеров стоит? Давайте поймем, он насколько важен для страны. И, соответственно, если он поднял бы уровень жизни пенсионера, то он понимает, сколько он будет получать в итоге. Если, например, наша пенсия средняя, например, 100 тысяч тенге, предположим, 100 тысяч тенге. Если он стоит десять человек, значит, он будет получать миллионы. А если он стоит сто человек, то он будет получать десять миллионов. Но в эти десять миллионов все халуи, вся прислуга, все подавальщики, вся недвижимость, весь транспорт, все налоги, секретари, где он там хочет их посадить, все должны содержать за этот счет. Не за счет государства, а за свой счет, который будете выделять в казну. Я думаю, это было бы справедливо. До тех пор, пока мы не определили уровень финансирования, не по его хотелкам, а по отношению его к другим людям, таким же пенсионерам. Он же находится в статусе пенсионера, значит, мерить его нужно соотносительно пенсионеров. Тогда бы это было более адекватно. Тогда мы могли определить, насколько его опыт был значительен, насколько он помог подняться в нашей стране, было бы более-менее адекватно. Правильно? Если бы он захотел повысить себе благосостояние, то, наверное, он повысил бы содержание нынешних пенсионеров. И вот здесь вот есть еще одна ловушка. Значит, есть персональные пенсионеры, есть пенсионеры по выслуге, а есть гражданские пенсионеры. Давайте определять, как он будет определяться. Потому что, если это военный персонал, пенсионеры, это примерно 350 тысяч тенге генералы получают в месяц, а гражданские только 100 тысяч тенге. Давайте как-то его тоже будем определять. Я считаю, что это очень важно. Кроме того, пожилые люди, которые достигают пенсионного возраста, они бы прекрасно занимали хорошие должности, такие как ТЭЦ Кебастузская, например, начальники цехов, участков и так далее. А молодые люди могут быть рабочими, среднеперсоналами, бригадилами, которые могут ходить ногами. По достижении опыта, каких-то знаний, они бы, достигая пенсионного возраста, занимали определенную позицию. Недаром в Советском Союзе была градация по возрасту. Почему? Потому что взрослый человек не только набирается опыта, но у него сердце начинает работать. Да, он с сердцем воспринимает потребности своих сограждан. У молодых людей сердце молчит. Мозги, если могут еще что-то впитать, но сердце молчит, это 100%. Знаю по собственному опыту. Потому что тоже молодой возраст занимал руководящий должности. Поэтому очень важно сделать еще выплаты не только в деньгах. Люди говорят, повысили бы пенсию. Не, не в деньгах должно быть. А материальным состоянием, например, килограмм мяса, 3 килограмма картофеля. Я говорю это отвлеченно. Сколько бы они ни стоили, не имеет значения. Государство должно это обеспечить. А как государство может обеспечить только создание своих сельхозпредприятий? Как оно может создать сельхозпредприятия? Те же колхозные хозяйства. На основе их создать артели. Выдать им государственную собственность в виде тракторов, автомашин, комбайнов. И тогда требовать уже определенную цену для удовлетворения потребностей детских садов, дошкольных учреждений, больниц. И в том числе пенсионеров, где пенсионеры могли и работать, иметь возможность работать, если хотят. И, соответственно, получать по фиксированной цене продукты питания. И это тоже возможность пенсионерам делиться собственным опытом. Очень бы хотелось бы использовать опыт, который мы имеем. Опыт именно советского государства. Когда оно преодолевало разруху гражданской войны. Когда было очень много сепаратистов, подлецов, которые вредили советской стране. Но, тем не менее, Советский Союз выжил и экономически сломал хребет всей Европе. И Японии, и в том числе Англии. Америка подработала, но тоже стояла на грани. Поэтому Советский Союз через эту экономику мог сломить хребет в злу. Сейчас Россия это повторяет. Жаль, что Казахстан не активно находится на территории России и Беларуси. Понимая, что сейчас вот такая, встретившись с Путиным, поехал во Францию. И выполняет определенную роль, как лидер, без проблем. Но страна должна встать именно рядом со своими союзниками. Помочь, как в Великой Отечественной войне, помочь Китаю отстаять. Вопрос с Тайванем. Помочь России на территории Украины сломать тому же фашизму. В том числе до Российской Варшавы дойти. Решить вопрос с прибалтийскими государствами. Казахстан это может, чтобы воевать не на своей территории за свои интересы. А воевать за пределами своей территории за собственные интересы. И это, я думаю, очень важно. Вот такие мнения. Аудиоверсии вопросов по экономическим вопросам развития Советского Союза 1952-1953 год. Я выложу в свой телеграм-канал. Очень рекомендую послушать. Потому что уровень наших государственных руководителей не достигает даже уровня тех участников дискуссий, которые обсуждали вопросы развития Советского Союза. Потому что мало того, что они экономически не совсем грамотные, они не мыслят даже категориями страны. В этом проблема. Поэтому приходите на мой телеграм-канал, ссылку в описании положу. Послушайте именно обсуждение вопросов экономического развития страны. Очень интересно. И читайте книгу «Кристаллы роста». Очень поможет взглянуть на развитие страны и как-то использовать потенциал пенсионеров. Потому что на пенсии жизнь не заканчивается. Но мы можем участвовать в строительстве сейчас.